Количество разбоев в России снизилось на тысячу эпизодов. Безопаснее ли стало на улицах? Безопаснее, уверенно отвечают правоохранительные органы, и приводят статистику снижения количества преступлений. Действительно, стали меньше нападать, грабить, насиловать. Тем более убивать. Количество разбоев в прошлом году снизилось на тысячу эпизодов. Но все равно их много 7,5 тысячи. Фото. Айсток. Одно из самых опасных преступлений, наиболее болезненно воспринимаемых населением, разбой. То есть вооруженный грабеж, когда у человека не только отнимают деньги и вещи, но и еще угрожают ножом, пистолетом или, допустим, обрезом. Человек испытывает не только обиду за утерю имущества, но еще страх, унижение, а то и боль. Полицейская статистика утверждает, что из 1,991 миллиона преступлений, официально зарегистрированных, разбоев 7,5 тысячи, это на тысячу меньше, чем в прошлом году. А еще выявлено 27,5 тысячи случаев незаконного оборота оружия. Минус. МВД предложило не освобождать дважды от уголовного наказания. Справедливости ради надо сказать, что всяких разных преступлений действительно становится меньше. Вот только каких и насколько взяток меньше почти в половину. А вот число разбоев и того, что даже уголовники называют беспределом, хоть и уменьшается, но медленно. Почему? С одной стороны, действительно заработали полицейские профилактические мер видеокамеры, электронные опознаватели лиц, интерактивные карты в каждом ОВД страны, мобильные патрули и современные методики уголовного розыска. То есть все, что входят в схему так называемого «безопасного города». Пока они могут по свежим следам раскрыть уличное преступление, но, увы, не предотвратить его. Вот свежий пример. Накануне подмосковные полицейские из муниципального управления Балашихинская задержали трех вооруженных налетчиков в возрасте от 24 до 28 лет. Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в ночное время вошли в помещение цветочного магазина, расположенного на улице Советской, и, угрожая продавцу оружием, похитили денежные средства из кассы, ювелирные изделия и мобильный телефон продавца. Их вычислили сотрудники уголовного розыска. Изучив записи видеокамер, трое вооруженных налетчиков в ночное время вошли в цветочный магазин, и, угрожая продавцу пистолетом, похитили деньги и ювелирные изделия. Там четко, как в хорошем кино, видны неторопливые и наглые действия трех крепких парней кавказской внешности. Имитание перепуганной девушки-продавца, в нос которой тыкали ствол пистолета. Эти пистолеты изъяли газобаллонные копии пистолета Макарова. Калибр 4,5 мм. Стреляют стальными шариками с помощью баллона из-под сифона, пробивают с 10 метров насквозь оконное стекло, банку из-под пива. Если попадет в глаз или в височную кость, может убить. В общем, все серьезно, поэтому задержанные могут сесть на 15 лет. Собеседники корреспондента РГ в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что не столь существенное снижение разбоев связано с очередным выходом на свободу бывших зэков, отсидевших десяток лет. Далеко не все готовы заняться мирным трудом, кто-то попытается вновь вписаться в криминальный мир. Происшествие правосудия охрана порядка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова